Дорогие зрители, я часто говорила в предыдущих видео, что не снимаю витрины Максмара, потому что они были оформлены на мозг, где-то скучно и никакого вдохновения подчеркнуть не могла ни я, возможно и вы также. Но посмотрите, в этот раз все иначе, какие прекрасные, нежные, монохромные образы. Но хочу вам сказать, дорогие зрители, если вам нравится Максмара, если вам нравятся образы, которые я сейчас показываю, показываю. У Максмары очень высокие и непропорционально вытянутые манекены, у них очень длинные ноги, поэтому те же самые брюки, которые я только что вам показала, прекрасно смотрятся на манекене, на реальной женщине они, к сожалению, так не смотрятся. Но тем не менее, за идею можно взять вот такой красивый монохромный образ. Я такие цвета называю зефирные и они крайне редко встречаются в продаже, тем более сложно закомпоновать полностью лук вот в одном таком нежном, красивом цвете. Фисташковым, либо розовым, либо голубом, как в данном случае. Я соглашусь, что Максмара очень взрослит, но за что я искренне люблю Максмару, так это за ее юбки-карандаши, которые очень необычно оформлены фронтально. Очень часто это красивый разрез спереди, очень часто это красивые рюши и различная отделка. На мой взгляд, юбки Максмара это лучшее, что есть в Максмаре на данный момент. Очень красивый тренч мне понравился, он слева на манекене, у меня нет таких широких, точнее, с такой широкой юбкой тренчей. Я бы примерила, потому что заметила по осени на многих стритстайлерах подобный тренч. Как это ни странно, смотрится красиво даже с брюками, даже со спортивными брюками а-ля Джоггерс. И красиво очень смотрелось с джинсами-бананами, то есть с такими широкими джинсами, не классическими брюками. Остальные витрины я вам показала мельком, там, на мой взгляд, ничего интересного не было, очень сложная расцветка, которая, как правило, не комплементарна. В недавнем, точнее, в комментариях под недавним видео разгорелся спор по поводу того, уместны ли шорты в городе. И правильно, на мой взгляд, написала одна зрительница, есть понятие сити, сити шорты, то есть шорты для города. Они, как правило, не такие короткие, они, как правило, имеют стрелку, они, как правило, имеют защипы и стрелку, либо одно, либо другое. Это характеризует действительно городские шорты, но если шорты являются очень короткими и даже очень обтягивающими, сегодня мы могли наблюдать, я сегодня могла наблюдать, а вы это наблюдаете на протяжении нескольких видео, потому что то, что я снимаю в субботу, мне материала хватает примерно на 4 видео. Вы могли наблюдать, что если мы носим их с объемным верхом, это может быть спортивный верх, например, худи, либо толстовка, либо это может быть классический объемный верх, например, пиджак, удлиненный пиджак, то, на мой взгляд, городские шорты очень уместны, прекрасно смотрятся, в особенности, если мы, конечно же, надеваем их с более уместной обью, например, это спортивная обувь, это любая вариация на тему летних сапог, то есть обувь не на каблуке, не женственная обувь, она очень хорошо смотрится и уместна в городе вместе с шортами. Это разные минералы. Это разные минералы. А мне нравится. Какой тебе нравится, папина? Мне нравится, вот этот гораздо лучше. Не мешает? Мама, куда положить? Кабри, если ты хочешь повесить очки, тебе нужно чуть-чуть расстегнуть молнию. Привет, Егорка. Привет, мама. дай тебя сниму покажись без маски какой-то красивый горка шикарно все-таки модно папа деваш и папаня вы уже придумали что в тайгерсе возьмете папуля твое кольцо заценили сказали более красивые спасибо а какой какие они ой разные как вот это называется не знаю да а вот это больше не производят эту коллекцию нет а я к ним заходила да здесь тоже минерал красиво да не сейчас на минерал любуются вау ребята ну вот такие крутиши прям вообще танечка язык заверни пока ребята хорошо в тайге сходить пока пока да пока уже разворачивайтесь можете идти ну все ребята мои отправились на шопинг я же остаюсь снимать остаюсь работать потому что как многие могли расслышать булгари меня ждет в ближайшее время хотела показать вам яркую обувь но разговаривала разговоры говорила бахрома и опять же цвет хаки на самом деле сегодня не знали бы я обращаю на это внимание либо действительно этот тренд который вышел на улице бахромы на самом деле очень много бахрома прекрасно смотрится в движении мне очень приятно что меня многие поблагодарили за то что я на это обратила внимание и у меня кстати есть одежда из бахромы я одежду с бахромой очень люблю могу сказать что ее найти очень сложно поэтому если вы умеете шить так же хорошо как я вы можете отправиться в ближайший магазин рукоделия купить бахрому и пришить ее краю свитера краю юбки и таким образом чтобы она выглядывала наверное мне стоит показать сделать видео handmade forever обожаю на самом деле делать и различные переделки и украшать свою собственную одежду перья обязательно ближайшее время куплю скорее всего сделаю сама возможно отнесу мастеру но опять же вот насколько я себе представляю пришить перья пришить бахрому на край изделия это достаточно просто и кстати мой совет поскольку я на подобные вещи всегда обращаю внимание когда они продаются нашивайте по нескольку слоев это будет смотреться богаче это будет смотреться более красиво и более интересно если речь идет об ахране если речь идет также о перьях страусиных понравилось мне как был одет парень простая белая футболка возможно с длинным рукавом я вообще очень люблю опять же хаки посмотрите отсылка к милитари и я очень люблю на парнях футболки с длинным рукавом белого цвета либо черного цвета и рукав приподнятый мне кажется это очень красиво вот такие широкие джинсы с я это называю высокая посадка это конечно же нормальная посадка слегка укороченные с белой блузой либо с белой рубашкой это на мой взгляд универсальный городской вариант очень красиво смотрится очень обращает на себя внимание этот образ я считаю классным стрит стайлерским но только потому он на самом деле на грани а потому что посмотрите обувь сочетается с блестящими брюками и это конечно ну на мой взгляд это высший пилотаж вот такие цены у нас в кафе педроки меня спрашивали она сколько стоит попить кофе вот такие цены вот столько стоит перекусить опять летнее платье посмотрите с сапогами на самом деле не знаю либо я раньше не обращала внимание но повторюсь эти платья мне всегда нравились когда я делала обзор стиля итальянок я говорила что подобное платье на сапогами является отличительной особенностью итальянского стиля женского итальянского стиля посмотрите опять белые простые белые брюки просто что-то черное сверху там может быть кардиган это может быть свитер буловер опять летние сапоги причем черного цвета удлиненный пиджак я его потом засниму он из денима очень плотного денима на самом деле похож на больше даже на плотную джинсовую рубашку очень понравились мне эти две сеньоры потому что очень широкие на них брюки и на мой взгляд широкие брюки трудно носить но очень понравилась мне вот эта молодая мама я ее до этого увидела засняла вот только сейчас на ней комбинезон adidas у нее красивая дорогая сумка белого цвета можно подобный образ легко повторить и на ней спортивная обувь но здесь именно сочетание сумки женственной тем более белого цвета плюс спортивного комбинезона adidas там явно читались полоски читалась читался бренд спортивный не знаю я на нее сразу обратила внимание особенность итальянского стрит стайла сегодня женского являются конечно же прически на самом деле я прям вижу я чувствую что парикмахерские открылись и итальянки посетили своих мастеров очень мне понравился этот прием я подошла к синьоре и спросила это вот туфли самые обычные и носочки которые подведены прямо под и ремешок и очень обращать на себя внимание очень красиво смотрелась я уже говорил предыдущем видео что сегодня было очень много шарфов и льняных а также платков очень много молодых стрит стайлеров классно одетых подающих надежды девушка мне это очень понравилось посмотрите как легко она несет свой пиджак наброшенный платье кроссбэк летние сапоги повторюсь попробуйте носить одежду наброшенной часто мне пишут я она не спадает вот они обе кстати идут у них у обеих наброшенные пиджаки нет не спадает даже я умудряюсь приподнимать руку и комфортно снимать стрит стайл у меня не падает ни куртка не пиджак очень советую попробовать таким образом носите одежду но и завершая это видео хочу прийти внимание на эту девушку это вот очень на данный момент для меня итальянский силуэт это белая широкая блуза либо рубашка я уже об этом говорила вот такие широкие джинсы кажется что они имеют высокую посадку это самая обычная посадка самая обычная посадка это посадка в районе пупка то есть не завышенная талия и я вижу подобный силуэт что-то молодых итальянский что-то хоряк из нашей страны очень классно я с вами прощаюсь увидимся очень скоро это была яна Старцева всем пока-пока а